Добрый день дорогие друзья, приветствую вас на ЭВК, в передаче «Время эксперта». У нас в гостях Малахов Константин, медицинский директор компании «Инферум». Добрый день. Здравствуйте. Мы сегодня поговорим про такое вот устройство, это корректор артериального давления компании «Швабе». Устройство, которое нормализует артериальное давление. Расскажите нам, ну в первую очередь, наверное, самый животрепещущий вопрос, как это работает, на каком принципе построена работа данного устройства. Позвольте, во-первых, большое спасибо за интерес к этому устройству, то есть это очень приятно, то есть невзирая на то, что устройство очень молодое, к нему в самом деле очень большой интерес, большой скепсис, это очень хорошо, потому что оно не вписывается в классическую парадигму, скажем так, медикиментозного лечения такого заболевания, как реальная гипертензия. Этот аппарат является аппаратом физиотерапевтическим, то есть здесь есть электродики, которые воздействуют под определенную программу электронервной стимуляции, периферической электронервной стимуляции, на пленые зоны, располагающиеся на коже человека. В этом аппарате есть специальная программа, которая позволяет корректировать как повышенное давление, так и пониженное давление. То есть для коррекции клиентной гипертензии или эпизодов повышенного давления используется внутреннее поверхное запястье. То есть не как часы? Не как часы, нет, не как часы. И соответственно инициируется, видите, так я это сниму, всем не против. Инициируется программа, где показана красная рука, и фактически она подсказывает, каким образом, что аппарат можно правильно одеть. У пациентов, которые страдают от пониженного давления, то есть либо это транзиторные состояния, либо эпизоды пониженного давления, либо это хроническая гипотензия, одевается как часы. Аппарат не носится постоянно, он исключительно одевается на время процедуры. Процедура составляет порядка пяти минут для коррекции повышенного давления и около семи минут для коррекции пониженного давления. Но этот аппарат, он неносимый, то есть его нельзя носить постоянно, то есть он исключительно процедурный. То есть он одевается на время процедуры, программа инициируется, В этом будет гореть лампочка, индикатор, который мигает. При этом он может немножко пощипывать кожу пациента, но не вызывает каких-то неприятных болезненных ощущений. После периода необходимого времени он сам выключается. Такая же ситуация и с программой для коррекции пониженного давления. После того, как аппарат отработал, он три раза пискнет, мигнет и выключится. Его можно снять. Что касается применения, то есть режим применения простой. То есть от одной до трех процедур в день. Обычно применяют его утром, вечером, то есть как проснулся, и потом как лечь спать. Это, скажем так, гипертоники. Курс составляет, ну мы рекомендуем не меньше 14 дней, потому что эффект однократного применения не всегда чем-то сразу бывает заметен. Но то, что проводятся клинические исследования, видно, что эффект нарастает, начиная с 7-8 дня применения. От однократной процедуры эффект, как правило, сохраняется максимум 3 часа. Но по мере как раз нарастания кумулятивного эффекта, актериальное давление, его профиль снижается. Скажем, в нем постепенно все ниже и ниже, ниже, достигая, в принципе, состояния нормателонического, либо достигая того предела, который может быть достигнут у этого пациента за этот курс процедур. Гипертоники применяют его немножко по-другому. Некоторые из них применяют курсами такими, как бы, интермитирующими по второму курсу, как гипертоники. А некоторые применяют его как чашка кофе. То есть, когда человек просыпается, чувствует, что он сегодня встать не может, это давление очень низкое, либо это в течение дня формирует состояние. Он просто одевается, как часы, как мы говорили. Программа включается, он отрабатывает, человек, как бы, начинает ощущать улучшение своего состояния. То есть, он как раз влияет еще и на субъективный, эмоциональный фон, очень выраженный. То есть, он применяется, так сказать, по требованию, то есть, он демант своеобразный. То есть, тут программа подбирается исходящим-то из того, так сказать, из особенностей конкретного человека, конкретного пациента. Механизм действия – это очень интересный вопрос, потому что все спрашивают, и вполне резонный вопрос, а как же эта штуковина работает, что же за что-то такое. На самом деле, как бы, это не чудо. Как я сказал, этот аппарат относится к физиотерапии, метод использования периферической электронервной стимуляции. Он воздействует на те зоны, которые в ряде публикаций уже были освещены и известны, при воздействии на которых возникает эффект нартериальный, давление на его профиль. То есть, периферическая электронервная стимуляция, она вызывает рефлекторное воздействие на глубокие структуры головного мозга, в частности, на вазомоторный центр, который в случае регулирует именно как раз тонус сосудов. Фактически происходит, в случае гипертонического применения его, это расширение периферического существенного русла, и у нас уменьшается ответственное давление. Но самое главное, что они работают именно по механизму нормализации, механизм регуляции. То есть, это не настолько симптоматическая терапия, это терапия, как раз направлено на восстановление функции. То есть, то, что мы видим по клиническим работам, пациенты, которые завершают курс терапии в протяжении двух недель, у них в период наблюдения, от двух до четырех недель, потому что мы разную работу проводили, сохраняется пониженный профиль артериального давления. В силу этого мы как раз и рекомендуем применять его не постоянно, а курсами, такими повторными курсами. То есть, сканутка из чеков уже есть. Установлен диагноз, назначена антигипертензивная терапия, то устройство использует как срабазный вспомогательный андививант, который позволяет именно стабилизировать профиль давления и постепенно может отказаться или уменьшить дозировки лекарственных препаратов. Ну, проходит курс две недели, а через две недели делается прерыв, то есть, и потом курс возобновляется. А вот этот промежуток подбирается, в принципе, индивидуально, но стандартная рекомендация две недели. То есть, две недели, две недели, или, как мы говорим, один курс в месяц. Некоторые пациенты делают прерыв покороче, некоторые подлиннее, но все как бы зависит именно от особенностей каждого клетаного человека. Если говорить про артериальную гипертонию, про повышенное артериальное давление, я так понимаю, что все-таки это некая такая реакция организма все-таки на какие-то изменения внутри организма. Как бы я не буду брать на себя чем-то функцию эксперта в артериальной гипертензии, не хотел бы это делать, снимать хлеб у коллег. Трайна гипертензия – это сложное состояние. Начнем с того, что у нас это может быть как самостоятельная болезнь, эссенциальная или первичная гипертензия, которая является как самостоятельное заболевание. Бывают вторичные гипертензии, которые являются следствием каких-то гормональных, каких-то других сбоев в организме, и где повышенное давление является самым симптомом. Предположим, при нарушении функции почек, при нарушении функции надпочечников, при эндокринопатологии, связанной с щитовидной железой, артериальное давление – это будет вторичный признак. Там эффект тоже может быть, но в основном мы направлены на превалирующее количество случаев пациентов, это именно эссенциальная или первичная гипертензия. Существует много гипотез или теорий, как же гипертензия развивается, когда он появляется. То есть нет единой точки зрения на данную проблематику, и ученые всего мира признаются, что требуются дополнительные изыскания, фундаментальные исследования, клинические исследования именно в этом направлении. Одна из гипотез, которая мне очень импонирует, так называемая нейрогенная теория, то есть фактически это получается так, что гипертензия является своеобразным болезнью нереализованных, невысказанных, фрустрированных, зажатых эмоций. То есть как многие называют, это хронический стресс. То есть под воздействием каких-то внешних факторов, психоэмоциональных факторов, факторов связанных с трудом, с производством личных переживаний. Формируется такой своеобразный чак напряженности, который приводит к нарушению работы именно системы регуляции кардиоскулярной системы и тонуса сосудов. То есть человек находится постоянно в состоянии избыточной симпатикотонии, то есть он постоянно находит в состоянии ожидания какого-то действия, удара, реакции. И это приводит к повышению натриального давления. У таких пациентов, я думаю, что данный аппарат будет наиболее эффективен. Хотя мы проводили научные работы, мы пока не увидели какое-то такое выраженное разделение пациентов на разные группы. Но может мы особо глубоко не анализировали по причинам возникновения гипертензии. А что скажем так, что у этого пациента она работать будет, а у этого не будет. Мой следующий вопрос был про то, для каких групп пациентов больше рекомендуется все-таки. Смотрите, я бы этот вопрос оставил за клиницистами, потому что аппарат достаточно новый. То есть мы получили регистрацию только в 2016 году, соответственно, начиная с... Это была, скажем так, вторая половина 2016 года. Нам это позволило в 2017 году начать активно различные клинические исследования, которые позволят максимально эффективно использовать. Но то, что мы видим по исследованиям, что даже однократный курс, он в принципе имеет свою эффективность до 90%. Имеется в виду, что 90% пациентов имеют тот или иной положительный отклик на терапию с этим устройством. То есть в принципе лечение гипертензии это комплексное должно быть лечение. То есть не только таблетированное. Понимаешь, что таблетка это очень удобно. То есть знаете, как вот любимая фраза у некоторых людей там, или как какой-то... Такая есть поговорка, то есть чтобы такое у вас есть, чтобы похудеть, понимаете. То есть вот и... Я понимаю, что таблетированная форма лечения это очень удобно. Дал таблетку, побежал дальше. Но гипертензия это сложное состояние, которое требует участия самого пациента. То есть он должен каким-то образом изменить свой образ жизни. Начиная с того, что он есть, того, как он в принципе соотносится с внешней и внутренней средой. И в этом случае, в случае тяжелых пациентов, пациентов, которых сложно контролировать давление, данный аппарат может быть своеобразным дополнительным адъювантом, который позволит, может быть, даже не всегда сразу снизить давление, но стабилизировать его. По поводу ряда пациентов мы что видели? Что вроде бы профиль давления не снижается. Вроде бы давление, ну как бы, ну перестает повышаться. Уже неплохо. Понимаете? И есть такие параметры очень важные, которые клиницисты многие оценивают, или обязаны оценивать, скажем так, в реабиле сфотереное давление. То есть, так называемые скачки давления. Применение данного устройства позволяет стабилизировать именно профиль течения клинической гипертонии. То есть, уменьшается вариабельность то, что там говорят, что-то люди скачки давления. А у ряда пациентов мы видим то, что у них уменьшается так называемый гипертонический индекс. То есть, грубо говоря, что-то пациент в течение дня там взволновался, выпил чашку кофе, поднялся на какой-то этаж, у него давление подскочило и долго сохраняется высоким. А после этого устройства, как бы оно быстрее снижается до своего более-менее нормального или своего привычного рабочего уровня. Также мы обратили внимание, даже не мы, в смысле, клинические исследователи обратили внимание, что часть пациентов, у которых отмечалось так называемое повышенное ночное давление, так называемое дипперы, они потихонечку приходят уже в дипперы. То есть, у них сохраняется повышенное давление только в течение дня. То есть, это, в принципе, уже своеобразные положительные прогностические тенденции, которые позволяют говорить о высокой степени эффективности воздействия именно на вегетативную нервную систему, которая отвечает за регуляцию внутреннего давления. То, что мы видим по группам пациентов, то эффективность, вот именно, кто откликается снижением давления, она получается, самое низкое, то, что мы наблюдали, это 66%, а самое высокое, порядка 85%. То есть, однозначно, надо будут эти данные, которые получены, сейчас глубже анализировать, чтобы понять, каким группам пациентов это будет более востребовано. Но уже сейчас, когда даже анализируя данные литературы зарубежных авторов, которые подобные технологии изучают, они активно говорят о том, что пациенты с избыточной сепантикой тони, пациенты, имеющие повышенный ренин, скорее всего, будут наиболее чувствительны к этому воздействию. Но в то же время, с учетом того, что все эти механизмы находятся в тесной взаимосвязи при развитии гипертензии, я думаю, что общая эффективность как монотерапии, так и вспомогательной альевантной терапии будет достаточно высокой. А что касается сосудов, имеет ли значение возраст сосудов, их ригидность, их жесткость, допустим, у пожилых пациентов, наблюдается ли какое-то снижение эффективности либо наоборот? Вы знаете, мы пока не заметили такого выраженного, выраженного, как бы в общем-то различий. То есть мы применяли, самая молодая группа пациентов была у нас, какой-то аппарат как бы имеет своеобразный возрастной ценз, то есть его не рекомендуется детским подросткам до 14 лет. А вот сейчас заканчивается интересная научная работа в Саранске, причем она была инициирована самим медицинским институтом Саранского, Мордовского медицинского, Мордовского университета. Они решили попробовать данный аппарат на подростках 14-18 лет с так называемыми ювенильными предпубертатными гипертензиями. Мне было очень приятно, что работа проводилась на фоне полного скепсиса. Это очень хорошо. Если мне не верят аппарат. Эффект плацебо, то есть нулевой? Ну, плацебоаппарат, это было плацебо-контролируемое исследование. То есть было точно такое же устройство, тоже мегалолампочками, тоже пищало, но электроды были отключены. Оно было слепое, ослепленное. И к своему удивлению, что-то я получил признание исследователей, что работает. То есть фактически все когорты детей, там было, по-моему, с нешим базе порядка 30 детишек, подростков. В основной группе 10 контрольных, 12. Они провели без подсоединения, то есть без усугубления терапии какими-то медикаментозными формами. И мне честно признали, с чем-то же медицинские специалисты, что родители детей эти аппараты покупают уже для себя. То есть было очень приятно, скажем так. Мы проводили, чем-то, работу на, скажем так, в возрастном, старшем контингенте. Это одна из самых-самых первых работ Центра геронтологии. Там было как раз именно изучение однократного применения, насколько он влияет на профиль давления. То есть там было не курсовое воздействие, там было однократное воздействие. Дана статья была опубликована. Там они показали наличие эффекта, даже сохранение эффекта на протяжении двух-трех часов. Два часа, в принципе, можно говорить смело, что однократное применение дает снижение актериального давления. Также мы провели очень большую двухэтапную работу. Сначала был пилотный проект на 28 пациентов. Тоже контролируемое исследование. Это на базе поликлиники 175 города Москвы. Там средний возраст был старше 70 лет. То есть там 70-80 лет. Причем это было очень интересное. Выборка пациентов. Это тяжелые пациенты с коморбидной патологией. То есть пациенты, которые страдают не только гипертензией, но это люди, принесшие инсульты, инфаркты, люди, имеющие хронические гепатиты, пациенты с хроническими заболеваниями легких, сахарный диабет второго типа. Там тоже была такая группа пациентов. И пилотный проект показал, что эффект есть. Соответственно, мы инициировали вторую часть этого проекта. 49 пациентов было. Тоже сконтролируемое исследование. Мы не увидели особую, скажем так, разницы в отклике, в эффективности у этой группы пациентов и у молодых. Само собой, эти данные мы получили только в прошлом году. То есть сейчас предстоит скрупулезный анализ. Хотя уже первичные отчеты сделаны. Сейчас готовятся публикации. Даже более того, на этих материалах. Я уже делал доклад в прошлом году. Мы подарили тезисы на Европейский конгресс на общество про ткани гипертензии европейского. Было в Милане. И к самоудивлению, данные материалы приняли для устного доклада. Все выступало в Милане. Интерес был большой, скепсис тоже. Большое, что очень хорошо. То есть было очень много вопросов, но и люди как бы задавали правильные вопросы. То есть по механизмам действия, по стойкости эффектов, по степени снижения давления. То есть вратискете то, что вы спрашивали, так и не спрашивали. Вот. А какие-то публикации в России? С публикацией хороший, важный вопрос. Мы достаточно недавно как бы в общем-то появились на рынке. То есть наш аппарат 16-й год. То есть по меркам как бы медицинских технологий как бы мы новорожденные. То есть как вы знаете нередко проходит десятилетие, перед чем что-то появилось зарегистрировано и оно было в общем-то уже как-то воспринято. То есть по фармпрепаратам зачастую 9 лет считается быстро. В прошлом году как бы различными группами исследователей были получены большие массивы данных, которые сейчас находятся в состоянии анализа и подготовки публикаций. Очень хочется надеяться, что в этом году будут поданы для публикации не меньше 5-6 статей на основании полученных данных. То есть как бы это не те работы, которые мы проводили, просто мы говорим что мне было приятно наблюдать за этими исследованиями, но именно как наблюдатель. То есть ни в коей мере не вмешиваясь в процесс получения набора этих данных. То есть еще важный момент, чтобы не было никакого ощущения, что мы каким-то образом влияем на научные разработки. В публикации есть вот у нас есть сколько порядка трех или четырех публикаций в разных журналах. Есть уже в принципе один доклад международный, то что я делал. Один доклад делался от КСИСКО обществу терапевтов. Он был на международном конгрессе по терапии в Лиссабоне, но там было постерное сообщение. То есть потихонечку мы начинаем обрастать так называемой публикационной массой, которая позволит более широко показать доказательные основы применения данного метода. Отчетов у нас очень много. То есть отчеты, которые проводили в личном центре, но путь от отчета до публикации может занимать какое-то время, которое сейчас как раз и идет. Расскажите про производителей. Я вот ко мне попал это устройство в такой коробочке достаточно симпатичной. Внутри коробки я обнаружил еще такой чехол и в чехле только находится само устройство. Кто производит про компанию? Нам очень приятно. Мы сугубо российская компания. То есть мы не закупаем своеобразные ваймпродукты, как это у нас многие спрашивают. Даже подходили на выставках. Мы говорит ваше устройство искали в Китае. Говорят не нашли. Расскажите где же вы его делаете. Наверное, не в Китае. Наверное, не в Китае. То есть как бы нет, это устройство не китайское, это сугубо российская разработка, что очень приятно. Мы сугубо российская компания. То есть у нас производственная база располагается Каменск-Уральский. Это недалеко от Эксинбурга. И у нас сама производственная база. Компоненты само собой, что они как бы со всего мира собираются. То есть как бы где-то там допаиваются, где-то собираются. но окончательный этап сборки, контроля качества это Каменск-Уральский. То есть это практически сердце России. Это Свердловская область. А вся разработка все наша. Это все наша разработка. Я так понимаю никакого сопряжения со смартфоном не имеет устройства? Нет. Основная диалоги этого устройства было создать максимально простое устройство, которое бы не требовало какого-то сопряжения. Потому что он ориентирован на широкие круги и слои людей, кто-то может пользоваться, кто-то может не пользоваться смартфонами. Сейчас ведутся разработки более-таки гаджетоподобных версий условно. Но там будет тоже такой функционал. То есть именно это устройство оно вещь себе. То есть основная задача была сделать максимально простое, максимально легкое, максимально портативное устройство, которое было бы безопасно для человека, для пациента, для того, кто его применяет. И при этом было бы не обременительным в применении. Есть ли какие-то аналоги в мире, что-то может быть похожее уже сделано в мире? Вот именно в таком формате форм-факторе нет. То, что сам по себе метод периферической электронной стимуляции активно изучается, определенные прототипы создаются, да. Но вот именно такого коммерческого массового изделия, который имел бы такие параметры по клинической эффективности, параметры по клинической безопасности, пожалуй, нет. Потому что я хотел бы добавить момент такой, что очень важно, важная была задача, когда мы получили регистрацию, показать уже на этапе клинической работы, что устройство не только эффективно, но и безопасно. То есть фактически даже безопасность была наиболее первой задачей, потому что люди спрашивают, а не опасно ли его использовать. Однозначно определенный объем работ проводился на этапе дорегистрации. Но врачи-то в основном что интересуют не дорегистрационные исследовательские работы, а так называемые постмакетинговые клинические исследования. Данное устройство в принципе можно сказать вполне уникальным по своему решению, по своему эффективности, по своей реализации. То есть какие-то громоздкие методики существуют. То есть начиная где-то с 70-х годов, даже в принципе и раньше. Вообще в принципе воздействию на периферические нервы стали обращать внимание еще в середине прошлого века, когда получил активное развитие электрофизиотерапии. То есть когда в общем-то стала развиваться электроанергезия. Ряд ученых обутили внимание, что воздействие электроанергетическим эффектом вызывает чем-то изменение деятельности системы. Ряд ученых наложили метод электростимуляции на точку акупунктуры. Появилась электроаккупунктура. Понимаете? Но мне больше нравится традиционный подход, чтобы это не смахило совсем на народную медицину. Вот именно периферическая электроанергетическая стимуляция является. Продаете ли вы устройства за рубежом? Огромный интерес. Интерес большой к этому устройству. Да, в поведении того, что сейчас мы формируем сеть офисов по всему миру в принципе громко, но большой интерес к нам в ряде стран до такой степени, что появляются партнеры, которые вместе с нами создают наши филиалы в других странах. А регистрация американская? Американская пока нет. Американская это очень сложная регистрация, то есть мы на пути к этому. Первичный отклик специалистов по данному устройству крайне положительный, то есть только мы показывали первичные накопленные данные, причем люди как из медицинского сегмента, профессионального так и медицинского бизнеса, больший интерес. Европа, СИО? СИО у нас есть. Есть, да? Да. В Европе продаетесь? Да, продаетесь. То есть Европа, СИО у нас есть. В 2018 году получили регистрацию буквально год спустя получение регистрации на Российскую Федерацию, мы получили СИЕМАК как медицинское оборудование для Европейского региона. Здорово. Ну и последний наверное вопрос. Цена? Цена у нас везде одинаковая по всему миру. 18 тысяч рублей. Но не в рублях, а соответственно. 18 тысяч рублей. Здорово. Классное устройство действительно выглядит очень-очень так неплохо. И опять же повторюсь упаковка, коробка. Ну и конечно сделано наверное это некое преимущество то, что оно не коннекется со смартфоном. То есть использовать его достаточно просто. Надел две кнопочки повышенные, пониженные. многие как бы я сам много общаюсь с пациентами, с потребителями, с семьей потребителей. Многим даже еще нравится, что оно не подыгрывает фейсбуку, одноклассникам не передает данные в сети, которые могут быть кем-то украденной. Многим это очень нравится. Тем более пошла такая тенденция как раз на максимальное сохранение своего чем-то инкогнито и безопасность данных. То есть это именно вещь себе. То есть есть сейчас задача повторять, что мы хотим сделать более открытое устройство, но это будут сугубо такие прикладные задачи, которые ни в коей мере не будут затрагивать личные данные. Здорово. Спасибо вам большое. Вам спасибо большое. Удачи. До свидания. До свидания.